Девушки отдыхают Когда мы едины в своем желании принести благо миру, наши мысли становятся огромной силой. И вот мы все сейчас собрались, чтобы наши мысли стали огромной силой. Потому что наши мысли, когда они пубитивны, мы решаем большие дела, а любые дела громче любых громких слов. Но не просто любые дела, а дела во благо. И поэтому о здоровье, о том, как сегодня меняется наша жизнь, жизнь к лучшему, о том, как нам нужны микроэлементы, как нам нужны витамины, аминокислоты, как нам нужны биологически активные добавки. И все это я хочу предоставить слово, об этом, обо всем, хочу предоставить слово биохимику, доктору биохимических наук Санкт-Петербургского инвестиционного инвестиционного здоровья Владимиру Адуллаевичу. Да, Дарья, привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Мне очень приятно с вами встретиться, уважаемые коллеги в Санкт-Петербурге. Мы с компанией Неспик работаем очень плотно. Я, правда, только как лектор, я разработчик, как лектор. Но, тем не менее, очень приятно, в виде знакомых лиц из других городов здесь. Приходишь, оказывается, тебя знают. Петро встретились, я стою, как бедная сирота. Вдруг меня называют по имени в отчестве. Ну, значит, знаю. Уже хорошо. И я многим знаю. И я думаю, что это хороший показатель и дело в бизнесе, безусловно. А еще, что очень важно, человеческое общение. Все-таки основа человеческого общения. Это сближает людей. Говорят, общая беда сближает людей. Общая радость тоже сближает людей. Я думаю, что это очень приятно. Но чудесный маркетинг. Я маркетингом не занимаюсь, поэтому не могу судить об этом. Но совершенно четко знаю, что в такой высокотехнологичной продукции, к которой относятся биологически активные добавки, а технологичность я имею возможность судить, поскольку вот со мной не приходится разрабатывать рецептуры, огромное значение имеет знание, информация об этом. Потому что шестевой маркетинг можно заниматься продажей чего угодно. В принципе, это такое, знаете, абстрактное, как математика, подход. Но когда это высокотехнологичная продукция, где существует не только технология приготовления, но и технология, и понимание механизма использования, это уже совсем другое дело. Это хай-тек называется. Вот мы занимаемся с вами технологиями такого уровня хай-тек. Поэтому очень важно иметь информацию о том, как эти продукты действуют. Как действуют. Причем информацию детальную. Эта детальная информация позволяет очень многие вещи, понятия оценить. В частности, оценить соотношение между, допустим, биологически активными добавками, где используются натуральные продукты, естественные. И, например, синтетическими препаратами, синтетическими продуктами, даже одноименными. Вот мы на некий вопрос сегодня осветим с вами. У меня два часа времени. Мне ответили на это, в общем, и много, и много, и совсем мало. Для такой большой линейки, которая представлена в этом справочке. И, конечно, это мало, но сколько дали. Значит, буквально о себе любили два слова. Знаете, как Марк Твен говорил, когда о нем рассказывали, говорили, вот как он хороший, там. Тише, тише, не надо вам немного хорошего говорить. А сам думает, могли бы и лучше сказать. Да, вот я лучше садок. Значит, это информация, касающаяся, так сказать, деловой стороны. Я фармацевт. По первому образованию закончил первый московский медицинский фармацевтический факультет. Вот, и с удовольствием ехал сегодня на станцию метро Первомайске, потому что здесь было наше общежитие рядышком. Поэтому сразу как будто бы в молодости. По-моему, сколько лет прошло. Вот. А потом химический факультет Харьковского университета и занимался, вообще-то говоря... Хорошо слышно. Слышно, да? Занимался теоретической химией очень много времени. Сейчас продолжаю заниматься. Там, квантовой химией. Ну, и так получилось, что вот судьба меня свела с людьми, которые занимаются вот этими проблемами. Ну, а там оказалось непаханное поле для химика, для теоретей, кто занимается, казалось бы, совершенно абстрактными вещами. Вот. И я фактически с обычной химией синтетической, теоретической переключился на природное соединение. Хотя, ко всяке фармацевт, я, в общем, с этим знакомился в ВУЗе, и потом работал в химико-фармацевтическом институте в Харькове. И вот мы разработали, у нас группа была из трех человек, мы разработали препарат, который сейчас еще есть, называется Раунатин. Вот, для снижения давления. Вот это он наш, как раз, наш продукт, мы второе время его разработали. И я очень счастлив, что он до сих пор живет. Потому что каждый препарат имеет определенное время жизни. Его внедряют, потом он снимается. Несмотря на появление новых препаратов для снижения кровяного давления, Раунатин живет. Единственное огорчение состоит в том, что гипертония все равно не лечится. Какие бы новые препараты ни применяли, и блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ, ну и что, авозыныли там. И когда мы говорим о сердечно-сосудистой патологии, то я всегда говорю слушателям, своим студентам, о том, что количество препаратов растет. Потрясающие препараты, синтетические. А смертность продолжает расти. Потому что дело не в препаратах. Дело в другом совсем. Дело в питании. Дело вот в натуральных продуктах, которые мы не получаем в достаточном количестве. И поэтому, какие бы препараты ни изобретали кардиологи, толку все равно не будет. Пока организм не будет получать все те естественные компоненты, которые ему положены по природе, по генетике. Поэтому сейчас кардиологи быстренько переключились на хирургию. Сейчас в любом кардиологическом отделении пытаются организовать хирургическое отделение. Это другое показать. То есть заменить терапию хирургией. Другого выхода нет. Значит, продолжая заниматься биологически активными добавками и фармацевтическими препаратами, мы вот года три тому назад модифицировали старый добрый препарат АЕКОН, АЕКОН 3 витамина, как раз исходя из биохимии действия. Показав, и я буду об этом говорить сегодня, о том, что витамин А без цинка неэффективен. В медицине обычно там детям дают, витаминам означают, часто болеющим детям, потому что витамин А, помимо того, что он улучшает темновое зрение, как это принято говорить студентам, витамин А это иммуномодулятор. Он повышает иммунную сопротивляемость организма, в том числе детского. Он онкопротектор. Но обычно удобнее давать не витамин А назначать, а витамин предшественник. Тогда организм естественным путем автоматически регулируя, образует в печени столько витамина, сколько ему нужно. Но для того, чтобы витамина поступала из печени во все те системы, где он должен работать, он должен быть перенесен туда кровью. А кровь это водная система, в которой витамина не растворяется. Вот такая идеология. Печень вырабатывает специальный белок. Я сразу к делу перейду. Печень вырабатывает специальный белок, который называется литинолопереносящий белок. И вот этот белок содержит цинк. Цинк содержащий. Если цинка не хватает в организме, это чаще бывает у мальчиков, подростков. Потому что цинк идет, расходуется на синтез тестостерона, мужского полового гормона, когда ребенок созрел, мальчик в особенности. Девочки в меньшей степени, хотя женские гормоны, как известно, эстрогены, образуются из мужских, из тестостерона. Но сдвиг просто в другую сторону не происходит. И у мужчин проблемы эти. Поэтому без цинка витамин А не эффективен. И вот используя вот этот принцип, чисто биохимический, мы разработали препарат, который называется «Нова Айекол». И вот его пускает ухемский витаминный завод сейчас «Нова Айекол». То есть это демонстрация не того, какие мы разумные, а того, что понимание механизмов действия в организме имеет принципиальное значение для понимания действия препарат, продуктов и для их разработки. Еще одна проблема из общих слов. Очень важная задача – это популяризация знаний. Дело в том, что наша страна отличается максимальным нигилизмом в отношении биологически активных веществ, природных, я не говорю «добаков», вообще природных веществ. Это связано с образованием медицинским, вот таким однобоким. Я могу об этом судить, потому что я заведую кафедрой биохимии 20 лет в Санкт-Петербурге и 20 лет в университете на Украине, тоже кафедрой биохимии. Вот и поэтому могу судить, что есть что. Медицинское образование современное, которое я не знаю, кто там формирует вот эти вот дисциплины, нацелено на то, что врач знает фармацевтические препараты из курса фармакологии. Из них 80% это синтетические вещества, в подавляющее большинстве чужеродные для организма. Вот не отдают себе отчет, они чужеродные лекарства, безусловно. Вот любое лекарство, если оно не повторяет по своей структуре вещество организма или пищи, оно чужеродное, и организм включает все механизмы его отторжения, напрягается, естественно, иногда перенапрягается, мы этого просто иногда не знаем. Вот это изучают врачи и считают, что дело врача назначать больному лекарства. Я всегда спрашиваю, а скажите, а вы спрашивали когда-нибудь больного, какие витамины он потребляет? Практически нет. А какие минералы? Ну, тем более нет. А другие вещества, я сейчас о ней буду говорить, допустим, те же эндолы растительные, предположим. Кому в голову не приходит? Говоришь с врачом, который перенес два инфаркта, принимает статины, его назначенные статины. Я ему говорю, а ты, что на ты, а ты принимаешь коферментку? А что это такое? Доктор наук, ну что прочее. А что это такое? Я говорю, дело в том, что по механизму действия статины работают как конгибиторы первой стадии синтеза холестерина. Там есть фермент, я постараюсь без терминово обойтись. Но подавляя синтез холестерина, статины подавляют образование кофермента кум, вот этого, который является естественной составной частью каждой митохонори, в каждой клеточке он есть. С возрастом его становится все меньше и меньше, где-то после 20-30 лет. У человека, допустим, 50-60 лет содержание кофермента кум, который по существу обеспечивает энергетику каждой живой клетки. Такое же, как у ребенка 6-8 лет. 60 лет то же самое, что 6. То есть острейший дефицит. А если используются статины, врачи очень любят эти продукты сейчас, они подавляют действие того ничтожного количества кофермента кум, который еще в организме хоть остался. Отсюда начинается масса проблем с осложнениями. Идет дейнергизация клеток. Дейнергизация клетки это патология сама по себе. То есть статины продуцируют патологию. Выгод достаточно простой в данном случае из этой ситуации. Это сопроводительная терапия. Принимается статины, принимается 60-90 мг кофермента кум. То есть восполнить дефицит. И тогда снимаются побочные действия. Поэтому, когда мы говорим о использовании таких фармацевтических препаратов, вот вроде этого, то обязательно они должны сопровождаться приемом добавок. Обязательно. Ну, это один пример. Таких примеров огромное количество. Я попробую вам по возможности об этом рассказать. Потому что фармацевтические препараты продолжают применяться. И ни в коем случае мы не имеем права говорить, что этого делать не надо. Просто каждому плоду, что ли, свое время. Если это острая ситуация, то, конечно, фармацевтические препараты, хотя сейчас будет одно отклонение от этого. А если это профилактика, восстановление организма, но реабилитация, как сейчас говорят, то это только природные вещества, потому что ни одного фармацевтического препарата нет практически, который бы не включал в систему детоксикации. Вы обратили внимание, что фармацевтические продукты никогда не бывают в многокомпонентных композициях. Один, два, три в системе. Ну, предел был пять. Петерчатка от головной боли.